В программе открытого форума Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры было и посещение полигона ТБО. С работой комплекса ознакомились руководители региональных ведомств и заместители генерального прокурора России Сергей Зайцев. Первым делом взвешивание и измерение радиационного фона. На этот полигон привозят мусор из Чебоксар, Новочебоксарска, Морпасадского и Чебоксарского районов. Столичный уже отсортированный, остальное распределяют на месте. 18 видов торсырья отправляют на дальнейшую переработку. Ежедневно мусоросортировочный комплекс обрабатывает до 500 тонн отходов. На выходе получают прессованные кубы весом 900 килограммов каждый. Они называются хвосты. У меня есть мечта о том, что этот же мусор, мы как сейчас где-то в Европе делают, начнем тоже перерабатывать. Например, в топливо. Есть такое топливо РДФ. Это позволит еще меньше нагружать окружающую среду и, соответственно, перерабатывать в электричество, в тепло, в энергию. Пока же спрессованный мусор складируют на первой карте полигона, соблюдая все экологические требования. Уникальность этого полигона вообще мировая. Обычно на полигонах у нас работают очистные сооружения локальные. Ну, это всегда баланс между лучшим и как получится. Здесь же весь фильтрат, все стоки идут напрямую на биологические очистные сооружения. 5 километров труб две ветки идут. И очищается уже промышленно это все. В будущем полигон ТБО сможет принимать мусор практически со всей республики. Мощности и площади позволяют. Две карты полигона рассчитаны на заполняемость в течение 40 лет. Успешный опыт республики в утилизации отходов высоко оценили заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев и волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селефанов. Сегодня, на мой взгляд, Чуваша это лидер. Вот в наведении порядка, в буквальном смысле по утилизации отходов производства и потребления. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Александр Петров. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова